С приходом нового руководства всегда начинаются перемены. В Ивановском Усть-Театре они к лучшему. Новый директор Юрий Серков пока еще не до конца освоился в новой должности, но уже успел почувствовать, что окружают его очень хорошие, трудолюбивые люди, с которыми любое дело пойдет на лад. Здесь очень прекрасный, трудолюбивый, трудоспособный коллектив. Каждый стремится и что-то посоветовать, что-то предложить, и практический, и дать какой-то деловой совет. И, в общем-то, это очень приятно и окрыляет в целом на работу. И, в общем-то, все, что можно будет сделать, конечно, мы будем делать для театра. Первое, что разочаровало нового директора Муз-Театра – те условия, в которых работают актеры. После смены руководства сразу же начался ремонт коридора, расположенного между сценой и гримерными комнатами. А также в помещении, предназначенном для репетиции артистов-вокалистов. Юрий Серков пообещал, что руки дойдут и до гримерок. Там тоже наведут порядок. Параллельно мы сейчас ведем ремонт склада по хранению костюмов. И, в общем-то, я считаю, что это важная деталь в работе моей как директора. По той причине, что коллектив театра практически две трети своей жизни проводит здесь, в театре. И поэтому бытовые условия необходимо создавать такие, но мало отличающиеся от домашних. И в этом я вижу свою приоритетную задачу. В настоящее время в театре уже ведется подготовка к новому сезону. Идут репетиции балета «Страсти» в стиле танго. Премьеру «Ивановцы» увидят в середине октября. Открываемся мы 4 октября. Бенефисом заслуженного артиста России Владимира Канабиха. Он старейший работник театра. Он отдал этому театру всю жизнь. И я думаю, у него здесь наберется очень много поклонников, которые придут поздравить его с очень хорошей датой. Параллельно в театре идут репетиции «Романтическая перета» и «Цыганская любовь». К Новому году по традиции будет подготовлена детская сказка. В планах также значатся молодежный спектакль и две постановки по классическим произведениям. Слово, в новом сезоне в музыкальном театре будут премьеры на любой вкус.